13 известных артистов эстрады и кино, спортсмены и телеведущие почти на месяц превратились в тренеров. Звезды должны не только научиться общаться особыми жестами с дельфинами, но и выполнять разные трюки. А вот кто из них лучше всего справится с этой задачей, оценивает жюри. Перед отчетным выступлением ежедневно идет тренировка. У каждого участника есть свой дельфин, но несмотря на то, что они все прирученные, новых хозяев эти милые животные подпускают к себе не сразу. В этом-то и заключается сложность телепроекта добиться расположения дельфина и научить его новым и захватывающим трюкам в максимально короткий срок. Вообще, чтобы подготовить дельфина для полноценного участия в представлении, у тренеров уходит около года, иногда и полтора, поэтому в режиме нон-стоп участники отрабатывают свои номера. Светлане Журовой на первый взгляд с легкостью удается прокатиться стоя на дельфине, Лере Кудрявцевой проплыть в обнимку с двумя морскими красавцами, а Анастасии Заворотнюк дать им команду подпрыгнуть. Но это только кажется так просто. На самом деле, это сложный труд, требующий внимательности. Конечно, здесь нужно понимать, что ты все равно находишься на чужой территории, но это не акулы, понимаете? Вот, вот они. Вот какими красавцами пробовали? Пробовали. Вот так вот. У нас здесь весело подходит. Знаете, даже если ты не с ними работаешь, я с ними не работаю. Ну, например, вчера на тренировке, когда мне должен был выбросить дельфин, я поняла, что встала белуха и хочет меня, значит, так сказать, сделать выброс из воды самостоятельно. И я так смотрю вниз и понимаю, что она так снизу на меня смотрит. Ну что, ты готова? Давай уже попробуешь, как это на большом белом теле выехать под звезды. В общении с дельфинами, отмечают участники, важно не сбить их с рабочего режима. Иначе животное может понять, что вести себя плохо можно. А от этого зависит ход номера. Ведь показать максимум стараются все артисты. Да и площадка для съемок отвечает всем требованиям. Федеральный канал, прежде чем найти место для съемок проекта, объездил всю Россию и остановил свой выбор на нашем сочинском дельфинарии «Ривьера». Потому что наш дельфинарий, он соответствует всем техническим параметрам. У нас огромная площадка, у нас большой бассейн, у нас замечательное освещение. 8 и 9 октября с 10.30 будут проходить съемки телепроекта. Сочинский дельфинарий парка «Ривьера» приглашает сочинцев и гостей курорта стать зрителями шоу «Вместе с дельфинами». Вход бесплатный.